Первое, первое, первое. Тебе нравятся боль, страдания и садомия без любви. Ты это делаешь. Ну, побег из Таркова может быть как раз для тебя. Как дела, ребята? Этот средний все делает средний контент для среднего зрителя. И сегодня я хочу ответить на вопрос, стоит ли бежать из Таркова в 2022 году. Теперь послушай, я буду честен с тобой. Слишком долго не читал об этом, честно говоря, побег из Таркова — один из лучших способов исправить вашу ошибку, которую вы можете получить в играх. Эта игра настолько богата контентом, что развлекала меня дольше, чем когда я впервые открыл центр. Как бы то ни было, есть довольно много предостережений, которые я упомяну в этом видео. Если тебе действительно нравится этот контент, и я очень ценю твой рейтинг, и если ты хочешь увидеть больше видеороликов Таркову и видеороликов обо всем, тогда обязательно подпишись. Так что давай покончим с этим. Что такое побег из Таркова? В то время как команда разработчиков, стоящая за игрой, Battle State Games описывает ее как хардкорную сюжетную мо с элементами S и RPG, в отличие от казуальных шутеров. И если тебе это кажется очень сложным, то, честно говоря, это потому, что игра такова. Побег из Таркова настолько чертовски сложен, запутан и глубок на стольких уровнях, что для его изучения требуется много времени. Для тех из вас, кто не в курсе, я просто объясню в основном, как работает добыча игрового процесса. Игра, по сути, вращается вокруг добычи с высокой стоимостью. Ты должен отправиться в рейды, найти эту добычу и извлечь ее с ее помощью, и ты можешь либо продать ее, либо использовать для выполнения заданий. Или если ты найдешь броню или оружие и так далее, ты можешь взять их с собой в следующий рейд. Однако, какое бы оружие, какие бы шлемы, какое бы снаряжение, какие бы рюкзаки, какую бы броню ты не взял с собой в любой рейд, если ты умрешь, ты потеряешь это снаряжение. Это значит, что каждая твоя помолвка действительно похожа на... ну, на жизнь или смерть. Буквально каждый раз, когда ты видишь человека, начинается твоя драка или бегство, и в первый раз ты будешь очень напуган и захочешь убежать, и это нормально. Но по мере того, как ты станешь лучше в игре, ты сможешь взаимодействовать с этими игроками, а затем, когда ты убьешь их, у тебя не только появится внезапный прилив дофамина и волнения, которые ты не можешь получить ни в одной другой игре, но также ты сможешь подойти к этому мертвому телу и очистить его от всего снаряжения, которое они очень усердно искали в рейде или принесли с собой. Вот как работает побег из Таркова. Теперь посмотри, потому что в этой игре такая жестокая механика, и потому что там такие высокие ставки. Это значит, что если ты не готов к такого рода играм, то, возможно, они тебе не по вкусу. Что касается меня лично, я купил эту игру около 18 месяцев назад, и я думаю, что в целом я заплатил за нее около 130 часов, и я только начал чувствовать, что я просто вхожу в нее и набираю обороты. Теперь, как ты, наверное, можешь судить по тому игровому процессу, который я играю в фоновом режиме, я все еще полностью в этой игре. Я абсолютно ужасен. Однако дело в том, что когда ты тратишь это время и достигаешь точки, когда можешь убивать других людей, Честно говоря, нет другой игры, которую я нашел бы такой приятной, как побег из Таркова сейчас. Помимо грабежа во время стрельбы, в этой игре есть и другие механики, которые можно почти ассоциировать с игрой на выживание. Ты должен поесть. Ты должен выпить. У тебя не просто один батончик здоровья. У тебя их семь. У тебя есть планка здоровья для твоей левой руки, твоей правой руки, твоей левой ноги, твоей правой ноги, твоей грудной клетки, твоего живота, твоей головы. И все эти вещи должны поддерживаться в рейде. Поэтому ты должен взять с собой лекарство. Если тебе слишком сильно прострелят руку, она может отключиться. Поэтому ты не сможешь правильно прицелиться. Поэтому тебе придется сделать операцию, чтобы восстановить его. А если тебе слишком сильно прострелят ногу и она затуманится, то ты будешь хромать повсюду. Если только ты не примешь обезболивающее, чтобы облегчить эту боль, или не починишь эту ногу. Обо всех этих вещах нужно думать и поддерживать в чрезвычайно стрессовых ситуациях, которые, честно говоря, будут не для всех. Послушай, я не собираюсь сидеть здесь и говорить тебе, что каждый человек должен играть в побег из така, потому что реальность такова, что не каждому человеку понравится эта игра. Если ты привык играть в королевские битвы, и тебе нравится такая высокая интенсивность, но ты ищешь чего-то более глубокого, тогда да, побег из Таркова на 100% будет для тебя. Просто не надейся, что сможешь прыгнуть в игру и начать получать 5-6-7 рейдов на убийства, которым ты привык в зоне боевых действий или Фортнайте. Потому что этот стиль игры настолько отличается и намного сложнее. Отдача от оружия абсолютно огромна, и тебе потребуется целая вечность, чтобы научиться этому и правильно управлять им. Твой персонаж двигается с таким весом, и когда у тебя в сумке будет больше добычи, ты будешь производить больше шума, что позволит другим игрокам легко идентифицировать тебя. И вдобавок ко всему, если у тебя есть массивный пистолет, а затем куча в твоей сумке, тогда ты будешь двигаться очень медленно, и ты будешь медленнее преодолевать повороты, и ты не сможешь убежать так далеко. Так что иногда, если ты ожидаешь перестрелки, тебе приходится бросить свою сумку и вернуться за ней позже, чтобы иметь возможность двигаться достаточно быстро, чтобы ты действительно выиграл перестрелку. Обо всех этих вещах нужно думать постоянно, и тебе потребуется целая вечность, прежде чем ты действительно овладеешь этой игрой. Как я уже сказал, я сам по себе и близко к этому не подойду. Я полагаюсь на то, чтобы играть с друзьями, которые действительно хороши в игре. И это еще одна вещь. Если ты играешь в эту игру сам по себе, я не собираюсь ходить вокруг да около. Это ужасно. Я играл в Эпережить 2, я играл в Обитель зла, я играл во множество игр ужасов, и с тех пор у меня по спине не пробегает дрожь, как от того, что я слышу легкий шорох кустов на заднем плане. Пока я безнадежно мародерствую и пытаюсь найти ключ, который мне нужен для квеста. Побег из Таркова полон этих напряженных моментов, и в первые несколько часов, может быть даже в первые 30-40 часов, ты проведешь большую часть этого времени в одиночестве. По сути, ты сидел в кустах и спрашивал себя, какого черта я вообще купил эту игру. Теперь я знаю, что это звучит так, будто я пытаюсь оттолкнуть тебя. И это потому, что, честно говоря, эта игра — большое обязательство. Если ты хочешь потратить деньги на эту игру, то тебе придется потратить довольно много времени и довольно много усилий на изучение этой игры. Например, каждая из карт внутри Escape from Tarkov. Ну, в игре нет карты, так что тебе придется либо найти карту онлайн, либо отправиться в автономный рейд и выяснить, где находятся твои добычи. Определись, в чем заключаются твои задачи. Определись, где находится вся лучшая добыча. Все это требует времени, и если у тебя нет времени, ты просто своего рода геймер, который хочет прийти домой и посидеть час после работы каждый день. Тогда я должен сказать тебе, что, возможно, побег из Таркова не для тебя. Однако, что я скажу, так это то, что ни одна игра, в которую я когда-либо играл, даже близко не сравнится с удовлетворением от действительно успешного рейда в Escape from Tarkov. И дело в том, что даже если ты не силен в ПВП, даже если ты не владеешь оружием в этой игре, просто найди какую-нибудь потрясающую добычу или вещь, которая тебе нужна для квеста, и пробирайся по карте, избегая любых контактов любой ценой. Это так полезно. Когда ты, наконец, выходишь из этого рейда, и твое сердце бьется быстрее, это, честно говоря, не имеет себе равных в игровом пространстве с точки зрения такой интенсивности и такого риска. Первая награда за игровой процесс. Теперь я просто хочу быстро поговорить о цене. Побег из Таркова состоит из нескольких уровней, начиная примерно с 30 фунтов и заканчивая примерно 120 фунтами. Единственная разница с этими версиями заключается в том, что по мере продвижения по служебной лестнице и по мере того, как вы будете платить больше денег, у вас будет увеличиваться база тайников, а это значит, что вы сможете хранить больше оружия и больше вещей вне рейда. А также, когда ты купишь издание Edge of Darkness, которое является самым высоким доступным уровнем, ты получишь больший безопасный контейнер. Для тех из вас, кто не знает, безопасный контейнер — это маленький мешочек, который вы всегда будете носить с собой, и чтобы вы не положили в этот мешочек, он не может быть потерян, если вы умрете. Так это хорошо для ключей, лекарств и всего ценного, что ты найдешь во время рейда. Теперь, когда я впервые купил эту игру, я купил самое дешевое издание и, честно говоря, не жалею об этом. Дело в том, что я действительно не начинал играть в эту игру должным образом в течение долгого, долгого времени. Я вроде как баловался месяц здесь и месяц там, пока по-настоящему не освоился с игрой, которой, кстати, до сих пор по-настоящему не овладел. Но сейчас я нахожусь в том состоянии, когда мне это действительно нравится. Что я сделал, так это то, что я затем перешел на самый высокий уровень, и тебе нужно только заплатить разницу. Например, если ты купил 30 фунтовые, а затем хочешь перейти на 110 фунтов, тебе нужно заплатить только разницу в 80 фунтов. Тебе не нужно потом снова тратить всю сумму. Это действительно хорошо, потому что это означает, что если ты потратишь 30 фунтов которые, хотя для некоторых людей это большие деньги, это не то же самое, что сбросить 120 фунтов или 110 фунтов за игру. Это значит, что на самом деле ты потерял не так уж много. Однако, если ты обнаружишь, что действительно попал в эту игру, ты сможешь перейти на нее без дополнительных затрат позже. Теперь одна вещь, о которой я действительно хочу поговорить, это цикл побег из Таркова, по сути побег из Таркова. Каждые 6 месяцев или около того разработчики полностью стирают игру. Это в основном потому, что игра все еще находится в бета-версии. Они постоянно что-то подстраивают, добавляют, добавляют обновления, новые карты и так далее. Это означает, что если вы купили игру сейчас, например, где мы находимся примерно через месяц после вытирания, у вас будет это вытирание, чтобы абсолютно все изучить, все закрепить и разобраться с Escape from Tarkov. А потом придет, скажем, июнь или июль, игра сотрется, и все начнут с нуля. На равных условиях тайник каждого опустошается, статистика каждого сбрасывается. Задача каждого сброшена. У тебя должны быть сброшены навыки каждого, и тогда все будут на равных. Еще раз, это удивительно для новых игроков, потому что это означает, что хотя дворники уже запущены в данный момент, вы сможете изучить игру и освоиться с ней. А потом, когда это закончится в июне или июле, ты сможешь играть в игру, не чувствуя, что все супер массивные и супер приспособлены по сравнению с тобой по сравнению с другими играми. Если бы ты начал играть в другую игру, скажем, через четыре или пять лет после ее выпуска, это означало бы, что все, с кем ты столкнешься, будут примерно пятисотого или тысячного уровня, и у всех будет лучшее, и в тебя просто постоянно будут стрелять. И хотя это так. И побег из Таркова, если ты начнешь играть в конце стирания, если ты используешь это время, чтобы освоиться с игрой, то к тому времени, когда придет следующее стирание, ты будешь в действительно хорошем месте. Чтобы начать с нуля и получить действительно хорошее удовольствие, повышая уровень на том же уровне, что и каждый отдельный человек. Послушай, я знаю, что это видео продолжается немного, и, честно говоря, я даже не поцарапал поверхность того, что такое побег из Таркова. Но главное, что я хочу сказать вам, ребята, это то, что если вам интересно играть в эту игру, и вы чувствуете, что у вас есть время и терпение, чтобы играть в нее, тогда я действительно-действительно предложил бы это. Это так весело, и я действительно не могу придумать лучшего способа потратить 30 фунтов, когда дело доходит до игр. Если тебе нравится этот риск высокой интенсивности, первая награда, жестокая игровая механика, хардкорный шутер, и тебе нравится RPG и MO, и тебе нравится собирать вещи, выполнять задания и интенсивное ПВП, тогда побег из Таркова вполне может быть игрой для тебя. Просто убедись, что ты подготовился к тому, что буквально станет самой интенсивной кривой обучения, которую ты когда-либо испытывал в играх. Серьезно, эта игра потребует от тебя больших усилий, но эти усилия, как только ты их приложишь, в конце концов принесут дивиденды, и ты получишь действительно веселый, приятный опыт, играя в эту игру. Но в любом случае, вот и все для этого маленького видео. Я действительно надеюсь, что это помогло вам, ребята. Ответь, стоит ли бежать из Таркова в 2022 году? Если тебе понравилось это видео, то обязательно подпишись. И для тех из вас, кто смотрел этот канал некоторое время, вы знаете, что я бы с удовольствием посмотрел, кто останется до конца. Так что, если ты все еще здесь, я бы хотел, чтобы ты дал мне знать, ответив на этот вопрос в комментариях. Ты бы предпочел, чтобы у тебя не было губ или век. В любом случае, на сегодня для меня все. Я обычный старина. Мир. 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 Мир.